Итак, первая задача будет на нахождении момента инерции диска. Момент инерции диска относительно оси перпендикулярный диск. Эта задача, к сожалению, не может быть решена без прямого интегрирования. То есть она не может быть решена с помощью первых теорем. Но мы ее сейчас решим с помощью непосредственного интегрирования вот этой величины. То есть момент инерции равен интеграл от L квадрат DM. В качестве L у нас выступает R маленькая. А в качестве DM мы возьмем массу тонкого-тонкого-тонкого слоя. Толщиной DR. Длина этого слоя будет 2πr. То есть DM мы напишем, что это 2πr на DR. И на плотность поверхностную этого слоя. Поверхностная плотность будет равна массе всей делить на площадь этого диска. Делить на πr в квадрате. А в качестве L у нас выступает R. Поэтому интеграл будет от R в квадрате DM. Или же интеграл от 2π можно сократить. 2m делить на R в квадрате. Интеграл от 0 будет браться до R. 2m делить на R в квадрате. R еще на R будет R в кубе. DR. Ну вот здесь потребуется интегрирование из математики. Интеграл от x в степени A dx это x в степени A плюс 1 делить на A плюс 1. Этим мы сейчас воспользуемся. Будет 2m на R в квадрате. R будет в четвертой делить на 4. На промежутке от 0 до радиуса получится n. R в четвертой. 4 двойка сокращаем. Будет 2. пополам. И на R в квадрате. Квадрат в четвертую сокращаем. Будет mr квадрат пополам. Итак, момент инерции диска относительно его оси. И О будет равен mr квадрат на 2. Это диск. Все остальные примеры у нас прямого интегрирования содержать не будут. В четвертую – это не будет трендommолистр Museen. В четвертую – это тежа. Продолжение следует...